Привет, друзья! Я Байче, ваш консультант по питанию, очищению и коррекции веса. Недавно я выложила ролик о том, что я возобновляю заготовку, сбор и заготовку иван-чая, и уже посыпались заказы на свежий иван-чай, иван-чай нового урожая. Но, как всегда, в бочке мёда есть ложка или пара ложек дёгтя, но я не отношусь очень серьёзно к таким ложечкам дёгтя, потому что, собственно, они имеют право быть. А именно, мне прислали два вопроса. Первый – почему мой чай такой дорогой по сравнению с чаем в аптеке? И второй вопрос. На самом ли деле – это мой чай? Или, может быть, я его где-то закупаю, перекупаю у каких-то других людей и просто перепродаю? Совершенно не хочу относиться критически к таким вопросам, потому что, ещё раз повторю, каждый вопрос имеет право на существование. И, в частности, вопрос про цену, я могу согласиться, что для кого-то действительно эта цена кажется высокая. Ну, просто по той причине, что уровень дохода у наших людей не одинаковый. Но, тем не менее, в сегодняшнем видео я хочу показать, как на самом деле происходит у меня процесс заготовки Иван-чая, насколько он трудоёмок, насколько он требует вложения времени, сил и Бог знает ещё чего. И тогда станут понятны ответы на оба эти вопроса. Ну, начнём с того, что, во-первых, работать приходится в москитке. Потому что там, где в дикой природе цветут какие-либо цветы, в данном случае Иван-чай, всегда обилие всяких насекомых, которые летают, жужжат, норовят залезть вам в уши, в глаза, в нос, в любые отверстия, которые только они могут найти. Сегодня день не очень жаркий, поэтому, в принципе, москитка создаёт дискомфорта. Но, как правило, летом всегда стоит жаркая погода. И работать вот в такой одежде, ну, очень жарко. И пот течёт рекой, душно, хотя осетка и дышит, но, тем не менее, всё равно очень жарко и душно. И причём на то, чтобы собрать сырьё, требуется не полчаса, а, во всяком случае, несколько часов. Поэтому несколько часов я нахожусь на жаре, под палящим солнцем, вот в этой москитке, и собираю Иван-чай. Вторая трудность заключается в самом процессе сбора листьев. Вот смотрите, здесь вот у меня два растения. Вот одно растение с цветами и с листьями, второе уже голое. Листьев на нём нет. Я делаю таким образом, то есть я не срываю всё растение, я беру его вот за макушку и вот таким движением просто снимаю листья. У меня остаётся голый ствол. Как видите, здесь таких голых стволов уже достаточное количество, и там за камерой вообще целая уже роща голых стволов. Конечно, с одной стороны, было бы легче, если бы я просто вот так отламывала стебли, нарывала их в охапку, потом куда-то их отнесла, села спокойно там на стульчик и вот так, сидя, срывала бы листья. Но дело в том, что я не хочу губить эту плантацию. Во-первых, я оставляю цветы цветущими, потому что рядом наши ульи, и пчёлам нужна пища, поэтому лишать своих пчёл пищи и лишать себя сознательно мёда – это неразумно. Ну, во-вторых, я просто не хочу губить такие прекрасные цветы, потому что, когда я оставляю растущий ствол, он ещё растёт выше, продолжается его цветение и продолжается нарост листьев. То есть я могу с него снять ещё повторно сырьё. Если же я его сломаю, то уже, извините, будет растение погублено, и ничего с него взять уже не получится. Третья трудность состоит в том, что плантация Иван-чая очень заросла крапивой. Крапива здесь вот прямо, ну, чуть ли не по пояс. Дело в том, что если одевать какие-то плотные брюки типа спецовки, то, конечно, крапива не страшна. Но, опять же, на жаре находиться нескольких часов в плотной спецовке – это очень тяжело. Поэтому приходится одевать такие лёгкие летние штанишки, которые, конечно, практически не защищают от укусов крапивы. И у меня всегда ужаленные ноги крапивы, и они чешутся очень. Вот я наклоню камеру, чтобы вы, ай, ужалили, увидели. Вот она, крапива тут повсюду. Просто буквально всё, всё заросло крапивой. Четвёртая трудность состоит в том, что заросли Иван-чая, вот в данной местности, где я собираю, они здесь очень густые, поэтому здесь нет такой аллеи широкой, чтобы я шла и вот спокойно там собирала. Я сейчас вам покажу, как это на самом деле происходит. Вот идите за мной сейчас в мои заросли. И смотрите, как это на самом деле. Вот я пробираюсь сквозь заросли Иван-чая. Ой! Не знаю, насколько вам видно, но это просто джунгли. Это джунгли. Это тропики. То есть здесь нет такого, чтобы можно было спокойно поставить ногу. Здесь всё время приходится ломиться вот таким образом, прокладывать себе дорогу вот через эти чащи, джунгли. Вот это довольно-таки тяжело, особенно учитывая то, что жарко в этой душной одежде. Вот в таких вот непроходимых условиях. Вот я вам показала несколько трудностей, которые у меня имеются на первоначальном лишь этапе. Далее следует, после сбора сырья, нужно это сырьё отволочь на базу, там его вялить, ферментировать, сушить, упаковывать. Для упаковки я шью лоскутные мешочки. Конечно, это очень, скажем так, хлопотное занятие шить лоскутные мешочки. Но дело в том, что я уже в прошлом году начала это. И это часть моего бренда «Чай Байче». Я не могу уже его поменять, изменить, потому что мои клиенты уже привыкли, что они получают чай именно в красноцветных лоскутных мешочках. И поэтому, если я пришлю им чай просто в какой-то бумажной или полиэтиленовой упаковке, я думаю, они просто меня не поймут, и «Чай Байче» потеряет всё своё очарование и всю свою уникальность. Потом следует идти, ехать на почту, отстоять там в очереди, чтобы отослать эти посылки. И, друзья, вы понимаете, что это процесс не одного дня, и это занимает огромное количество времени, и это отнимает, по сути, большую часть дня. Хотя у меня на самом деле ещё в этом дне всегда присутствуют и консультации обязательно, и работа на усадьбе, на участке по выращиванию моих овощей и зелени. Это и бытовые какие-то хлопоты, работы по дому, и всё, что касается нашей жизни. Поэтому, я думаю, становится понятен ответ на вопрос, почему ваш чай такой дорогой. Но он не может быть дешёвым просто по той причине, что это ручная работа. Это работа в одном лице, а то есть меня. Поскольку мой муж в этом году мне не помощник в связи с тем, что он перенёс операцию, и сейчас он ему просто... Ну, он не может много работать. Идёт в восстановительный период. Поэтому всё на мне. И то нужно учесть тот факт, что цены я не подняла по сравнению с прошлым годом. Если кругом вокруг цены растут, я не знаю, на что только они не растут. На всё. На бензин, на хлеб, на масло. На всё. Цены растут. Но на свой чай я цены оставила прежними на уровне прошлого года. И теперь вернёмся к чаю, который продаётся в аптеке. Он дешевле? Да. Но здесь, прежде всего, встаёт вопрос вашего доверия. Насколько вы доверяете тому чаю, который продаётся в аптеке? Кто его собирал? Где его собирали? В каких условиях? Экологически чистые, либо это какие-то не очень благоприятные условия. Какие руки? Какие машины? С каким металлом он соприкасался? Каким образом он упаковывался? Сколько там грязи? Какой процент вообще там чисто чая? Или насколько он смешан с какими-то другими компонентами? То есть мы не знаем, чисто там иван-чай, либо там подмешана ещё и какая-то другая трава. Потому что, вот взял пример, пожертвую один цветком, сорву. Вот смотрите, вот я сорвала иван-чай. Видите, вот иван-чай. Но он ещё зарос вот таким вьюнком, какой-то лианой. То есть, если я просто вот так оборву листья, понятное дело, что у меня эта лиана оборвётся вместе с чайными листьями. Но я не знаю, каково её происхождение, эта лиана. Можно ли её вообще употреблять в пищу? Не испортит ли она вкус чая? Поэтому, конечно, я избегаю вот таких растений, которые заросли какими-то посторонними растениями. Но я не уверена, что сбор, который мы покупаем в аптеке, чистый. То есть без вот таких вот посторонних примесей. Ну и последний вопрос о том, что я якобы перекупщик или перепродавец. Ну, это просто уже, конечно, полный абсурд. Потому что, имея вот такую богатейшую плантацию в экологически чистом месте собственного иван-чая, где-то у кого-то чего-то закупать, перекупать, перепродавать, ну, это вообще как-то даже не поддаётся моему логическому мышлению. Дело в том, что я не делаю различия в заготовке иван-чая для себя и для моих людей. Чай идёт в общий котёл. То есть у меня тара общая. Я не разделяю, кто будет пользоваться чаем из этой тары. Я члены моей семьи, мои дети, мои родители, мои родственники. Либо я буду его рассылать. Я просто беру из одной тары и завариваю чай и себе, и своим близким. И точно так же тот же самый чай я отсылаю вам. Поэтому, естественно, для себя я хочу только самого лучшего. И таким образом, как следствие, самое лучшее получаете и вы. По-моему, всё очень понятно. И мне кажется, не должно возникать никаких вопросов или сомнений по поводу моего чая, чая-байче. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»